Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня я вам расскажу про отличную подкормку, которая поможет рассаде укрепить иммунитет, а также нарастить корневую систему и стебель точно станет толще мизинца. Для того, чтобы рассада не тянулась, ее нужно еще подкармить, когда она молодая. Например, если вы не планируете пикировать, то можно рассаду подкармить уже после 3-4 настоящего листочка. А если вы планируете пикировать рассаду, тогда подождите пару дней после пикировки, и тогда уже можно начать подкармливать, чтобы рассада не вытягивалась, была с мощной корневой системой, не болела. У меня очень много удобрений, но я люблю наши народные методы, которые использую уже много лет для рассады, для любой рассады, как для томатов, баклажанов, персов и других культур, а также для своих комнатных растений. Этот отвар еще называют золотое, жидкое золото для корневой системы, как источник калия. Все мы замечаем, что рассаду, которую не кормили, она вытягивается, листья у нее хилые, светло-зеленого цвета. А рассаду, которую мы подкармливаем, она вырастает крепкая, здоровая, и листья у нее изумрудного цвета. Стебель действительно будет очень толстый и крепкий, если подкармливать все правильно, а также использовать освещение правильно, можно использовать фитолампу, если недостаточно солнышка, а также нужен правильный грунт. Об этом у меня есть в прошлых видео, поэтому заходите, смотрите. Итак, приступим. У меня здесь отварная морковка и картошка, но понадобится нам не картофель с морковью, а именно отвар от картофеля с морковью. Вот у меня подготовленный отвар, он уже остыл. Здесь буквально 700 мл, не более, но я буду доводить до практически 2 литров. Буду доливать отстойную воду комнатной температуры. Отвар картофеля является ценным удобрением для подкормки любой рассады. В первую очередь это отличный источник калия. Калия отвечает за иммунитет растений и поддержание водного баланса, а также помогает при стрессовых условиях. Если, например, вы сменили микроклимат, а также пересадили, картофельный отвар поможет справиться растению со стрессом. Нужно отварить именно картофель в мундире. Не срезайте кожуру, потому что все полезные, самые полезные микроэлементы содержатся именно в кожуре. Можно отваривать картофель с морковью, а также можно отваривать картофель со свеклой вместе. Либо даже свеклу отдельно, либо просто морковку. То есть все эти отвары очень полезны и богаты микроэлементами, которые понадобятся нашей рассаде. Данную подкормку можно проводить один раз в месяц, либо до высадки 2-3 раза. Это максимум. Потому что картофельный отвар немного закисляет почву. Имейте это в виду, если у вас почва уже закисленная, отвар можно не применять. В картофельном отваре содержится до 10% калия и необходимое количество фосфора. Фосфор тоже отлично влияет и на корневую систему, и на развитие растений. А также есть небольшое количество азота в виде нитратов. А также в картофельном отваре содержится витамин С и витамины группы В и большое количество микроэлементов. Самое важное, отвар не солить, как это делают многие, когда отваривают картофель вместе с ворковкой, либо свеклой. Потому что в соли содержится натрий, а натрий для рассады не очень полезен. Имейте это в виду. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео про подкормки томатов и других культур. Всем спасибо и до свидания. Не забывайте ставить лайк и подписаться на канал. До свидания.